Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Продолжаем делать обзор на ролик с Самвелой, когда Яся пришла попрощаться с бабой Таней. Яся пригласила бабку к себе и та уже тут же засобиралась. Все, схватила мешок прокладок и готова ехать. Хоть еще спрашивают, прям сейчас? Ну, конечно, прям сейчас. Зачем откладывать в долгий ящик? У бабы Тани голова болит от родного правнука, а там таких трое. Да еще и брат Яси, который, извините, такого рода сокровища, что бабе Тани, в общем, там очень понравится. Совсем голова у человека не соображает. Домик у Яси маленький, такое количество людей там живет. Ну, зачем лезть на голову постороннему человеку, которого она знать не знает? К тому же у нее такая проблема, ведь обосыт там все. Родная дочь мамку брать не хочет из-за этой проблемы. Последний раз Ирочка приезжала, баба Таня попросилась к ней в гости. Я так давно у вас не была. И что, Ирочка выкрутилась, сидите маменька дома. Нет, все-таки баба Таня неадекватный человек. Ходить в магазин она не может, на прогулки ходить не может. Она обсыкается. Ехать два часа к чужому человеку и там потом находиться среди чужих людей в незнакомой обстановке, она хочет ехать. Вот то, что ссыться, это не проблема для нее вообще. Нашла другую проблему. Я не знаю, что твоим детям на гостиниц купить. Она не знает, что нужно брать. Вот придуриваться у нее ума хватает. Да зайди ты в любой магазин и купи чего-нибудь вкусного. Себя она знает, как накормить запрещенкой. А детям что купить не знает. Да она и правнуку никогда ничего не покупает, когда приезжает. Если зрители что-то пришлют, вот с тем она и поедет. Если в самом деле сама сомневается, что купит что-то не то, ведь можно попросить Зину, можно попросить сам Вэлла, а не ломать сейчас вот эту комедию. Да, конечно, Севка мамку одну не отпустит и ночевать он ее там не оставит. Но, может быть, ради контента и соберется, отвезет ее сам. Неужели рискнет ехать через блокпосты? Не побоится зайчик-попрыгайчик, что его за хвост поймает? Бабе Тане стало интересно, понравилась Ясе квартира с сам Вэлла или нет? Да Яся эту квартиру нюхом не нюхала, ее туда никто не приглашал. Севка-то еще не совсем с катушек слетел. Но стоило Севке псыкнуть, моргнуть, кивнуть, Яся тут же поняла, что нужно говорить и делать. Да, говорит, квартира мне понравилась, а диван який мягкий. Интересно, откуда у Севки взялся диван? Если только Ясе приволокла с собой скобыляк, чтобы на этом диване поваляться. Потом заявила бабке, что, а может быть, уже у меня тут ось, и показывает на живот. Маленький сам Вэллятка? Ой, баба Таня так обрадовалась. Ой, да ты шо, да я была бы рада. Но, к сожалению, это невозможно. Если не очередной контент, Яся несколько раз рассказывала в своих стримах, что позаботилась о том, чтобы больше детей у нее не было. Хватит ей и тех троих, которые у нее есть. Когда Яся активно предлагала себя сам Вэллу, он так отнекивался и говорил, да ты что, зачем ты мне нужна? Ну, откровенно насмехался над нею. Потом она заметила, что ему это слишком льстит. И стала говорить, да успокойся, что ты строишь из себя. Она же такая деваха прямолинейная. Говорит, да ты не в моем вкусе. Все, угомонись уже, пожалуйста. И она стала это говорить ему при каждом удобном случае. Однажды Севка не выдержал. Что ты мне постоянно повторяешь, что я не в твоем вкусе? Задело, да? Надо же. Когда она ему говорила, что ну шо, ну давай. Ну, а че ты не хочешь? Ну, типа, значит, он ей понравился, раз она предлагает себя. А тут, а ты мне вообще не нравишься. Да это я просто шучу. Да я это для контента делаю. И он, что ты мне при каждом удобном случае об этом напоминаешь, что я не в твоем вкусе? Видите как? Хоть ему это и не нужно, но все-таки ему льстило, что женщина обращает на него внимание. Может быть, он поэтому и не делал камин-аут? Ну, пусть думает, что есть у какой-нибудь шанс. Я себе сейчас заявила бабе Тане в лицо. Та вины в моем вкусе. А баба Таня уже готова свадьбу сыграть. И вот она рада и маленькому сам Вельчику, если появится. И свадьбе. Если бы вы поженились, я была бы рада. Она и сам Вельчику, и свадьбе ровно до того момента была бы рада, пока не поговорила бы с Ирой. А вот как только поговорит, та вставит ей мозги на место. Это было неоднократно. Сколько раз Надя жарила у бабы Тани пирожки и беляши? И ведь она не возмущалась, пока Ира не поговорила с мамой на эту тему. Тогда баба Таня стала говорить. Ой, что она у меня в квартире? Вот это харь, вонь, масло. Зачем мне это нужно? А до этого все устраивало. Я представляю картину маслом. Если бы Самвел в самом деле женился на Ясе и приехал с молодой женой в гости к сестре, Ирочка, она бы остолбенела на пороге и так из шока не вышла бы. А вы представляете, как Яся будет ходить по Иреной квартире, сидеть на ее белых диванах. А когда сядут за стол, Яся будет жрать, смеяться. Она когда, она и жрет, и разговаривает, и смеется, делает это одновременно. Пища у нее вываливается изо рта, она ее тут же подбирает, тут же пихает обратно. Потом смачно отрыгивает, еще и пукнет при этом. Все. Ирочку увезут сердечным приступом или давление поднимется. Ирочка сейчас приложит все усилия, чтобы эта Яся больше никогда не появилась в жизни бабы Тани и Самвела. По крайней мере, она будет пытаться это сделать. Она это просто так не оставит. Не дай бог, а вдруг правда свадьба на носу. Ну что, Яся, вставай к мартеновской печи. У бабы Тани просто так в гостях не находятся. Да смотри, не пересоли, а то сало у тебя ужасное. Еще говорят, сало лишнее не возьмет. Брехня. Если у человека руки из пятой точки растут, да, тогда сало будет солонючее. А если нормально убрать соль, оно соленым никак не может быть. Севке стало интересно, ну действительно ли все так говорит, все так, как мать говорит. Яся говорит, ну-ка быстренько дай-ка мне попробовать. Яся схватила кусок, вытащила, помыла его, порезала. Севка попробовала, говорит, нормальное, сало как сало. Что ты выдумываешь? Бабка тоже попробовала, говорит, ну да, нормальное. Ну, более-менее. Да. Похвалить? Не-не, это не для нее. Когда Надя привозила продукты, баба Таня все время говорила. Таня, не нужно нам это мясо, не нужно это сало, которое ты тащишь. У нас рядом мясной магазин, в котором есть все. Деньги у меня есть. Я пойду, куплю, и мне ничего от тебя не нужно. Ей не нужно было, чтобы Надя приезжала. А вот против сумок она не возражала. Но если рядом мясной магазин, неужели у бабы Тане нет мозгов на то, чтобы купить кусок сала и посолить его? И было бы у нее такое сало, какое ей нужно. Даже этого человек не в состоянии сделать. Кто-то должен принести ей готовое. О чем я говорю? Она даже сало порезать не может, уже готовое. Самвела угощала и порезала такими огромными кусками. Порезать не может. А приготовить разве сможет? Нет, конечно. Хоть баба Таня и сказала, я чистила это сало солью, ножом от соли. Потом водой промывала. Все равно было соленое. Вот тут я верю, что она брешет. Она его вытащила из банки, от соли не почистила, порезала и вот так стала жрать. Поэтому оно и было соленое. И закатка. Ты, Яси, спроси у Нади, как она делает закатку. А зачем Яси это спрашивать? Баба Таня рассчитывает на то, что ей будет так же вкусно и сытно с Ясей, как с Надей. Она хочет, чтобы Надя научила Ясю готовить так, как умеет сама. Ей нравятся Надины закатки. Вот пусть Надя их и привозит. А, она уже рассчитывает на то, что Яся будет постоянно ей присылать посылки с едой. Вот сейчас созреет это все у Яси в двогороде. И она начнет закатывать банки. И будет снабжать бабу Таню консервацией. Поэтому баба Таня хочет, чтобы все было сделано по ее вкусу. Ну, наглячка бесстыжая. А почему Надя должна учить Ясю делать закатку? Почему баба Таня не научит? Севка нам постоянно рассказывала, что мамка очень вкусно это делала. Вот взяла бы сейчас и рассказала Ясе, что к чему. Научила бы ее, раз она понимает. Я понимаю, Яся, учить тебя было некому. Мать у тебя такая, непутевая. Не могла научить тебя вкусно готовить. Вот сейчас самое время вспомнить Ирочку, которая тоже не умела готовить. И которую всему учила кто? Не мама родная, которая хорошо готовила, а свекровь. У Яси мама непутевая, а у Ирочки мама путевая. Почему тогда не научила ничему? Ира говорила, что она совсем не умела готовить, когда вышла замуж за Гену. Слава богу, свекровь умела и научила сноху. Ясенька, зайчик, Ясенька, зайчик. Ну, в табуне зайчиков прибыло, да? Было время, когда и Наденька была зайчиком. А теперь Наденька уже змея подколодная. Теперь у нее другой зайчик, Ясенька. Посоветовалась баба Таня с сыном. И, получив его одобрение, угостила Ясеньку красной икрой. Целую банку с барского плеча кинула. Мне понравилось, что Яся не стала долго ломаться. Она вначале отказалась, но потом видит, что настаивает. И согласилась взять. Вот так некрасиво со стороны выглядит, когда человек отказывается. Яся вон снова притащила бабе Тане клубнику. И та ее стала жрать. Она не стала ломаться, как сдобный пряник, и отказываться. Далее. Интересно было бы мне спросить у Самвелла. С чего он взял, что если пишут ему негативные комментарии, значит, это пишут зрители из Ютуба. Вот если он натыкается на такие комменты в ТикТоке, он считает, что это жабы ютубовские. Пришли и достает его здесь. Ему даже мысль не приходит в голову, что зрители из ТикТока не все от него без ума. И там хватает недоброжелателей. К тому же он постоянно делает рекламу своим каналам в Ютубе. С кем бы он ни играл, обязательно заведет речь о том, что у него в Ютубе два канала. Кстати, про свой музыкальный, по крайней мере, я вот сколько смотрю, ни разу не слышала, чтобы он кому-то рассказывал. И вообще, как-то песенки сами по себе заметили, сошли на нет. Хотя он недавно обронил, что очень скоро выйдет еще одна песня, но с тех пор прошло уже больше месяца, а песни так и нет. Так что сейчас у него очень много подписчиков благодаря вот этой рекламе, именно пришедших из ТикТок. Мне кажется, он делает это с той целью, чтобы доказать, не он плохой, зрители у него плохие. И поэтому якобы в ТикТок он всем нравится. А если ему там пишут негативные комментарии, значит, это пишут зрители из Ютуба. А то, что практически все, кто с Севкой играет, зовут его Петушком. Он на это никак не реагирует. Ну, это так, знаете, это специально, это для контента. Да? А зрители не могут писать просто так, делая ему тоже контент в комментариях. Нет? Или эти игроки тоже он будет говорить, дебилы ютубовские. Опять он так сказал, да? Обронил он эту фразу, дебилы ютубовские. Начал наезжать на зрителей из Ютуба. Знаете, по какой причине? Он подарил мамке букет, как он считает, из ромашек. А когда он покупал, ему разве не сказали, что это за цветы? Или он так? О, похоже на ромашки. Значит, это ромашки. Не, ну, эти цветочки в самом деле похожи на ромашки, только более крупные. Ну, ромашки, они же разные бывают, да? По-моему, полевые от аптечных, они же отличаются. Я особо в цветах не разбираюсь. Может быть, это ромашки. Может быть, как пишут зрители, это хризантемы. Кто разбирается в цветах? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Что это за цветы, в конце-то концов? Может быть, это вообще какая-нибудь ромашковая хризантема. Бог его знает. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.